Итак, как справиться с серьёзными проблемами в моей жизни? В вашей жизни нет серьёзных проблем. А можете объяснить подробнее? О каких серьёзных проблемах вы говорите? Просто какую работу выбрать, на какой девушке жениться? Ну да. Куда поехать в отпуск? Жениться или нет? Всё в таком духе. Это не назовёшь серьёзными проблемами. В вашей жизни — это просто что-то незначительное. О, разве это мелочь? Выбрать себе жену. Я не говорю, что это мелочь. Но как проблема? Это маленькая проблема. Несущественная проблема. Как последствия вашей жизни, да, это имеет большое значение. Но люди делали это на протяжении миллионов лет. Мы накопили достаточно опыта в таких вещах, не так ли? Мы знаем, что какую бы работу мы ни выбрали, на ком бы мы ни женились, главное то, как мы это воспринимаем. Каждое переживание в жизни вы можете превратить в опыт, обогащающий вашу жизнь. Каждое переживание в жизни вы можете превратить в проклятие. Понимаете, в вашей работе нет ничего плохого, какой бы работой вы ни занимались. Нет ничего плохого в том, чтобы получить работу или потерять её. Нет ничего плохого в том, чтобы жениться. Нет ничего плохого в том, чтобы развестись. Нет ничего плохого в том, чтобы оставаться холостым. Ни в чём нет ничего плохого. Ни в чём нет ничего плохого. Но вы превращаете это в страдание. И это плохо. Если вы делаете одно, то превращаете это в страдание. Делаете что-то другое, тоже превращаете это в страдание. Вот в чём ваша проблема. Вот вы женились. Это плохо? Дело не в этом. В этом нет ничего плохого. Вы не женились. Это плохо? Нет. Ничего плохого в этом нет. Это тоже прекрасно. Вы развелись. Это плохо? Нет, это тоже чудесно. Просто вы всё превращаете в страдания. Вот что плохо. Просто займитесь одной только этой проблемой, и все остальные проблемы исчезнут. Вот что мы рассматриваем. Как не превращать всё в страдания? Если вы позаботитесь только об этом, то будет решено вообще всё. Не так ли? Если вы знаете, как идти по этому миру с радостью, через брак, развод, целебат или что угодно. Если вы знаете, как пройти через всё это с радостью, то в чём проблема? Всё, что вы делаете, будет прекрасным. Не так ли? Значит ли это, что достаточно просто жить счастливо, без осознания себя? Это станет следующим шагом. Если вы даже не знаете, как быть счастливым, не ставьте перед собой цель достичь просветления. Вы очень далеки от этого. Счастье — это просто состояние ума. Понимаете, подобным глупым определением вы отрицаете нечто основополагающее в вашей жизни. Счастье — это не просто состояние ума. Счастье определяет качество вашей жизни. Не так ли? Разве счастье — это такая мелочь? О, это просто состояние ума. Разве это мелочь? Это самая большая проблема. Не так ли? Для того, чтобы быть счастливым, мне ничего не требуется. В вашей книге вы написали, что это самое меньшее, что нужно сделать в жизни. Да. Быть счастливым. И если я этого добьюсь, то буду ли я удовлетворен на всю оставшуюся жизнь? Нет. Нет. Этого я не говорил. Я сказал, что если для вас это невозможно, забудьте о просветлении и тому подобном. Оно вам совершенно недоступно. Если вы способны жить в этом мире радостно, тогда вы можете говорить о том, чтобы отправиться за пределы. Если вы даже не можете радостно жить в этом мире, то не стоит говорить о том, что за пределами. Это невозможно, говорю вам. Это просто невозможно. Человек, который постоянно создает внутри себя конфликты, как он справится с ограничениями жизни, как он преодолеет их, это исключено. Об этом не может быть и речи. Поэтому первым делом нужно начать работать над тем, чтобы стать счастливым человеком. Если это произойдет, то все остальное станет очень простым. Потому что, если вашему счастью ничто не угрожает, вы сможете делать все, что потребуется. Не так ли? Сейчас вы не можете делать то, что требуется, потому что ваше счастье всегда под угрозой. Вы думаете о том, как поступить правильно. В вашей жизни не существует ничего правильного. В вашей жизни не существует ничего неправильного. Если вы знаете, как не превращать все, что делаете, в страдания, то все, что вы делаете, правильно. Если вы превращаете все, что делаете, в страдания, то все, что вы делаете, неправильно. Так что это единственная проблема, с которой вам нужно разобраться. Все остальное — это мелочи. Какое не имеет значения? Продолжение следует...